Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы совместно с мастером Иваном Смурковым из Ярославля рассмотрим шлиф в дебюте, который очень любят играть начинающие шашисты, а именно дебют колб. Иван, здорово! Привет, Олег, и доброго времени суток всем зрителям. Друзья, Иван, кстати, скажу по секрету, тренирует шашистов, так что если есть желание и возможность, то пишите Ивану. Его страничку ВКонтакте оставлю в описании этого ролика. Так что можете потренироваться. Ну и дебют колб обычно возникает после ходов СД4 и БА5, ДЦ5 и вот шашка С5, так называемый колб. При наличии шашки черных на поле А5. Черная игра от ФГ5, белая БЦ3. Ну и рассмотрим с Иваном интересный вариант. После ЖФ6 белые могут сыграть и ЖХ4, но если белая игра от АБ2, тогда черная игра от ЖХ4, и на ход ЖФ4 уже игра от ФГ5. Белая игра от БА3, черная АЖ7, белые СД4, черная СБ6. И после хода ДЦ3 в книге Литвинович Негра, курс шашечных дебютов, сказано, что здесь возникает острая игра. И давайте попытаемся разобрать, какая здесь острая игра. Кстати, друзья, здесь есть шансы на выигрыш и за белых, и за черных. Поэтому вариант наиболее интересен. После хода БЦ7, здесь шансы на выигрыш все-таки у белых именно. Эти варианты покажу я, а вот после хода ДЦ7, варианты покажет уже Иван. После хода БЦ7, белым надо играть именно АЖ3, точный ход. В чем идея? То есть белые грозят сыграть СБ4 и прорваться на поле Б8. Поэтому у черных есть два хода. Либо размен ЕД6, либо ход СД6. СД6 уже быстро проигрывает из-за комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые играют СБ4, затем играют АБ4 или СБ2. Ну и здесь все заканчивается стандартным ударом на поле H8 с выигрышем. Если же черные меняются, ЕД6, тогда возникает основной вариант. Белые играют ДЕ5. И здесь надо играть ДЦ5. ВЦ5 здесь плохо из-за СД4. Ну и как видите, черным практически некуда ходить. То есть все зажимается. А после ДЦ5 белые неожиданно играют ЕД4. И возникают варианты из партии двух кроссмейстеров. Виктора Литвиновича и Николая Абациева. Обратите внимание, друзья, что здесь нельзя бить Ж на Е3. Из-за простой комбинации. То есть можете также поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Здесь он довольно-таки симпатичный. Играем ЕД6. Остается бить только на поле Е7. Тогда белые играют СБ4. Ну и обратите внимание, в какую бы сторону черные не побили, они здесь проигрывают очень быстро. То есть если бьют сюда, тогда бьем на Б8 с выигрышем. Если бьют сюда, тогда бьем на Аш8. Также с выигрышем. Такая симпатичная комбинация. Поэтому остается черным бить только С на Е3, когда белые бьют вперед. Здесь снова надо бить Аш на Ф2, а вот бой на С5 уже проигрывает. То есть также можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Здесь она довольно-таки простенькая. Так называемая присоска. То есть играем СБ4. Остается бить только на С3. Тогда играем СД2. Черные бьют. И бьем на поле Б8. Легким выигрышем. Поэтому в этой позиции после боя С на Е3 бьем Ф на Д4 и черным остается бить только Аш на Ф2. Тогда белые бьют Ж на Е3. И здесь черным надо только меняться. БЦ5. Остальное плохо. Тогда белые нападают СД4. Черные закрываются СБ6. И белые играют СД2. Ну и в партии Литвинович Абациев далее было Жх4 ДЦ3. Ну и здесь в партии смеси Абациев ошибся. Он сыграл Жф6. Это уже проигрывает. То есть белые играют ДЕ5. Остается только останавливать их ходом Жф6. Тогда белые играют СД4. Снова единственный ход ДЦ7. И белые играют Еф2. Ну и все. Черным не пошевелиться. То есть на Аб4 уже проводим ударчик. Простенький. Играем ФЖ3. Ну и после всех боев прорываемся на предамочное поле с выигрышем. Поэтому остается только меняться назад. Ну и здесь был простой выигрыш. Допустим после Аб4. Ну и черным просто некуда как говорится играть. Затем играем следующим ходом ЕД4. И легко выигрываем. Но гроссмейстер Виктор Литвинович сыграл Эф5. Черные сыграли ДЕ7. Белые пошли Аб4. И черные используют свой единственный шанс. Играет СБ6. И белые попались в ловушку. То есть в этой позиции еще был выигрыш. Надо было сыграть ЕД4. Ну и постепенно выигрывать. То есть за счет центра. Там довольно-таки простой выигрыш. А белые решили сыграть еще проще. Напали. Ну и здесь черные провели небольшой ударчик и добились ничьей. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью уже за черных. Черные играют АЖ3. Надо бить. Затем Еф6. Надо бить. И черные все-таки добились ничьей. Вот так обидно. Гроссмейстер Литвинович выпустил Николая Абациева. Также гроссмейстера. Какие еще варианты были возможны в этой позиции? То есть в этой позиции все-таки друзья надо было не меняться а именно сыграть ДЦ7. Вот здесь ничья за черных еще возможно. Теперь белая играет Еф2. И надо меняться назад. Но друзья здесь уже ДЕ5 бесполезно играть из-за ФЖ7. То есть даже не ФЖ7 здесь можно пожертвовать шашку и затем сыграть ФЖ7. Ну и ничья неизбежна. Но в этой позиции белые могут еще сыграть более точно пойти ФЕ5. Это более сильный вариант. Теперь СД6 меняться плохо остается только жертвовать шашку и затем играть ФЕ7. То есть единственный ход. Ну на ФЖ7 так здесь уже белые получается выигрывают. Так получается можно отдать шашку. ЕД6 А ЕД6 тут да. ЕД6 ну и в какую сторону не бей везде плохо. То есть если побили сюда тогда бьем сюда. Ну и как не отдавай здесь получается проигранный эндшпиль. Мы рассмотрим его еще чуть позже. Поэтому черные отдают шашку и играют именно ФЕ7. Белые отдают шашку вот таким образом. Ну и здесь еще стоит ловушка. То есть ничья за черных возможно только в таком варианте. Надо отдать шашку сюда затем сюда и пойти ЕД2. Здесь довольно-таки простая ничья. Например ЕФ6 черные нападают надо отходить черные снова нападают снова надо отходить черные заходят любки отъедают одну из шашек затем проводят вторую шашку в дамке ну и простая ничья. А вот друзья в другом варианте хочется как-то отдать шашку и сразу же прорваться в дамке здесь уже черные проигрывают неожиданно. То есть ставим дамку именно на поле Б8 ну если на 1 ставить все сводится к рассмотренным ниже вариантам. поэтому ставим дамку на С1 белые закрываются грозят поймать дамку приходится играть СБ2 допустим пошли в дамки ну и здесь все быстро заканчивается например Б1 Б7 черные играют на Аш8 белые проводят вторую дамку но отдавать шашку Е7 бесполезно белые выиграют легко здесь приходится играть Аш7 потому что на ход дамкой допустим на Е1 Б2 или С3 белые уже строят так называемый шлагбаум то есть отдаем одну дамку затем шашку ну и видите своя же шашка черных мешает им добиться ничьей и белые здесь легко побеждают поэтому остается играть только Аш7 когда белые нападают надо отходить белые снова нападают надо снова отходить еще раз напали надо отходить ну и ушли на поле А1 ну и на любой ход черных побили дамкой именно вот этой дамкой и белые легко побеждают так ну какие еще варианты возможны если допустим черные просто отдадут шашку ну здесь можно допустим построиться вот таким образом допустим ушли сюда затем пошли сюда сюда перевели дамку сюда 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 быстро покажу примерные варианты то есть белые построятся примерно вот таким образом и видите стоит неотразимая угроза то есть черные не могут оставаться на большой дороге потому что белые отдадут одну дамку затем еще две шашки и легко победят друзья а давайте теперь рассмотрим эту позицию за черных здесь тоже есть интересные варианты еще раз поставили кол белые и черные развивают свои сильные левые фланги ну и в этой позиции после dc3 не надо играть bc7 это слабый ход а надо сыграть именно dc7 так передаю слово Ивану так ну что моя очередь значит да играем dc7 теперь первое что нужно отразить что теперь тот же самый ход hg3 уже не проходит потому что мы играем gf6 и у черных все в порядке грозит размен назад допустим ну ход cb2 чуть ли не единственный за белых меняемся назад и ничья только после dc5 размена всех шашек ну и такое белыми явно не хочется получать ну и у черных тут даже приятнее да хотя позиции не проиграны но это конечно лишнее после хода dc7 в теории в книгах написано cb2 и теперь дальше написано cd6 ab4 ef6 размен назад и там до 30 хода примерно равной игрой да то есть черные окружают белые пытаются продавить центром но нам интересно кое-что другое в книгах написано что ход gf6 передает преимущество белым после такого активного нападения fe5 и теперь ed6 cd6 вроде как не проходит а на закрытие fg7 белые выигрывают ходом ab4 тут все действительно правильно ab4 выигрывает но вся идея в том что на fe5 мы именно не закрываемся fg7 а наносим удар cd6 то есть мы вроде как пропускаем белых дамки побили забираем две шашки взамен и теперь сначала сделаем отступление если белые поставят дамку здесь на h8 сразу не будут забирать шашки то выигрывать за черных ход fg3 забираем третью шашку и сейчас олег тут пару иллюстративных вариантов продемонстрирует да друзья тут возможны три варианта интересных то есть если белые допустим играют bc3 тогда играем ef6 и видите дамка гибнет то есть на e5 бить нельзя из-за cb4 и мы бьем на поле f6 остаемся там со сколью лишними с тремя лишними так играть нельзя поэтому белым приходится бить на d4 тогда после размена черные меняются ну лучше всего назад наверное и также остаются с двумя даже лишними шашками то есть легко побеждают поэтому bc3 нельзя если белые играют дамкой на поле c3 тогда она здесь тоже быстро гибнет то есть в этой позиции играем cb4 и видите везде стоят петли ну и также остаемся с лишней шашкой допустим побили вперед с легким выигрышем остается единственный вариант это меняться fg3 ну и обратите внимание что если бить на g3 тогда черная игра от ab4 стоит угроза bc3 ну и у белых нет хороших ходов для продолжения игры допустим на ход gh4 здесь уже выигрывает b5 вот такой вариант b5 то есть стоит угроза ef6 неотразимая а на e5 нельзя из-за ed6 ну и дамка гибнет во всех вариантах то есть это понятно остается поэтому после размена бить только на поле e3 тогда играем hg5 а прошу прощения в этой позиции простой выигрыш есть даже не надо играть hg5 просто играем fg7 и дамка ловится снова то есть cb4 затем и bc7 ну и можно побить даже вперед с легким выигрышем то есть если gf4 тогда играем ab4 допустим сюда 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 оппозиция то есть а если белый играет bc3 тогда скидываем лишнюю шашку не жадничаем играем hg5 ну и черный опять побеждает с помощью оппозиции так что тут очень простые варианты легкий выигрыш да во всех вариантах даже которые мне показали там везде довольно быстрый четкий выигрыш черных теперь посмотрим сначала как в этой позиции нужно играть белым то есть основной вариант сам шлиф после хода fg3 этот ход уже проигрывает ну а ничью здесь дает белым еще dc5 dc5 побили и fg3 то есть мы проводим такую мини комбинацию за черный здесь ничего страшного нет мы отдаем лишнюю шашку ef6 и играем h4 теперь также здесь имеются ловушки из-за черных например ход ed6 здесь проигрывает вот после неожиданно проигрывает ход то есть обычно вот эта шашка на d6 называется рожон она очень сильна видите черные никак на нее напасть не могут но в данном конкретном случае она очень слабая потому что у белых видите отсталые шашки вот на b2 то есть вот эта группировка она очень уязвима для атаки черный играет а b6 и выигрывает у всех вариантов да я бы сказал шашка это сильная но вот из-за этих трех шашек b2 c3 a3 ну то есть и а b4 нельзя из-за bc5 и cd4 нельзя тоже из-за bc5 а если допустим белые меняются тогда ничего не меняется то есть hg5 и на cd4 тут простой выигрыш то есть играем bc5 жертвуем и идем в дамки допустим так 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 и здесь точность нужна небольшая надо поставить дамку именно на поле e1 и выигрыш у всех вариантов да сейчас просто начнем забирать все шашки по очереди да это одна ловушка за черных так подожди а на gf2 еще какие тут варианты возможны ну допустим hg5 да да то есть во всех вариантах здесь hg5 и допустим на так можно b7 да и все и снова что-то как-то некуда ходить еще одна ловушка есть в этой позиции то есть h4 cd4 вот нашли с Иваном с помощью программы эту ловушку то есть Иван-то своей головой анализировал это все найдено как говорится человеческим мозгом а вот это уже компьютерный вариант то есть после cd4 играем fe7 и здесь надо меняться допустим таким образом ну и после ab6 bc3 вот это основной вариант здесь ничья именно так и надо играть обеим сторонам а вот ход bc3 неожиданно проигрывает снова то есть можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черный играем ed6 и нежданно негаданно все сводится в пользу черных то есть ну а hg3 меняться бесполезно да иван hg5 ab6 так на b4 играем ab6 ab6 и на gf2 играем hg5 ну и здесь тоже если так если fe3 играем именно d5 незаметно сдалека может быть да незаметный такой выигрыш то есть ну так уже пошли в дамки а если так можно даже на е4 может даже ed6 пойти просто здесь везде простой выигрыш так а если hg3 наверное тоже просто поменялись назад да и 5 тогда можно посмотреть должен быть простой в 4 ed6 ed6 fe3 fe3 bc5 и присоска не работает мы же бьем в эту сторону и черные успевают шашки на разных флангах все в порядке зафиксировать вот эту линию большую дорогу проводят все три шашки в дамке и выигрывают с помощью треугольника петрова такой незамысловатый выигрыш так рассмотрели этот вариант ну и самое вкусное теперь да осталось самое главное почему проигрывает ход fg3 сбили и выигрывает такой ну может быть сейчас можете тоже на паузу поставить и попытаться самостоятельно выиграть издалека очень красиво сложно найти да но здесь уже еф6 такой друзья хочу отметить что даже компьютерная программа тоша тройка не шестерка а тройка не нашла выигрыш показывает что тут ничья там до на глубине до 23 хода по-моему именно еф6 да около вот именно этот вариант около трех с половиной лет назад я вот анализировал вот именно сам без программы принципиальной вот повезло черные градиат выиграть шашку HG7 поэтому надо ставить дамку вынуждаем и здесь следует неожиданный ход BC5 присоска ну на G7 бесполезно потому что мы бьем на E3 и там быстрый выигрыш поэтому приходится бить только так не очень долгий здесь еще вот расскажу как я анализировал и расскажу тоже как лучше играть то есть вообще здесь сразу и быстро выигрывает AB4 ну это также без программы мы нашли ну допустим давай покажем простые варианты допустим HG3 HG3 тогда мы нападаем же H4 теперь если GF4 играть то скидываем шашку HG5 тоже такой ну красивый момент и играем HG3 нет не HG3 скидываем шашку HG5 ой прошу прощения HG5 да и HG3 и HG3 да и черные в заперти остаются две шашки и дамка белых да красиво да в один ход назад если же вот здесь вот напали H4 если же белый закроется GF2 то ничего не меняется просто BC7 идем вынуждили GF4 и снова даем шашку HG5 и CD6 Fe3 D5 все некуда ходить еще вариант допустим после AB4 то есть HG3 мы сейчас посмотрели проигрывает после AB4 еще GF2 но здесь уже выигрывает как раз BC7 потом мы об этом ходе еще поговорим здесь теперь красиво момент допустим ну если HG3 то уже H4 это мы рассмотрели уже только что рассмотрели если Fe3 тогда здесь красивый момент размен GF4 вперед и мы не будем бить шашку G7 такое своеобразное удушение на весу все шашки по очереди то есть на так так на так так и на так именно так и все дамка и шашка остаются в заперти шашка G7 за нас играет да ну и соответственно этот ход то здесь везде быстрый выигрыш но я еще еще вот такой вариант так так если FG3 тогда напали отдали как угодно все просто то есть я потом тоже ну в своем анализе дальше нашел что АБ4 сразу быстро выигрывает но я изначально делал ход БЦ7 то есть в своих рассуждениях для чего я его делал что на HG3 и на GF2 я думал что все варианты там примерно те же самые но здесь как раз таки вот в варианте HG3 скрывается ничья сейчас вот мы ее и покажем очень красивая ничья кстати друзья неожиданная да то есть я думал как что мы также играем АБ4 белым остается только нападать GF4 мы отходим GF4 и я думал что единственный ход это HG5 после которого черные действительно так симпатично выигрывают играем CD6 и DE5 и теперь ну на H2 снова EF4 размен и надо сдаться то есть такого нету да остается единственный ход GF2 теперь видите EF4 уже не поменяться потому что появляется свободный темп там отдадим Fe3 и BC3 зайдем то есть надо всегда быть на чеку тут тут еще белые выиграют да тут еще да то есть на GF2 мы просто играем ED4 единственный ход EF4 отдаем шашку HG5 как обычно и GF6 и никуда эта шашка F2 не успевает ну допустим FG3 сбили GF4 ну и все в дальнейшем черные выиграют но как раз таки в этом варианте скрывается ничья вот здесь вместо хода HG5 есть такой малозаметный я его буквально можете поставить тоже видео на паузу очень красивая необычная позиция и попытаться найти ничью за белых очень красивое решение так Иван да здесь такой малозаметный вот я тогда 3,5 года назад не заметил только вчера тоже в голове крутил эту позицию и увидел что ход GF2 возможен и оказывается выигрыша нет к сожалению большому то есть надо играть FG3 теперь FE3 надо отходить белым я сначала подумал что можно сыграть CD6 и D5 но здесь ничего не получается та же позиция которую мы только что смотрели но ход уже белых и ничего не получается FG3 ED4 EF4 и видите шашку отдать HG5 уже не проходит потому что после этого ну вот тут шашку ну можно так даже так а как ты хочешь ну допустим ну же ну здесь делай ход GH4 да сбили а и тут простой размин F5 простой я немножко другой вариант имел ввиду сделать три хода назад вот здесь я имел ввиду что тоже самое отдача та же самая HG5 уже не проходит потому что белый успевает GF4 и F5 также подойти и выиграть даже очень красиво да такие вот качели получаются ну я подумал что все-таки может быть выигрыш еще где-то возможен соответственно я отхожу просто GH2 вчера анализировал но здесь есть отдача двух шашек HG5 и вот он золотой темп появляется у белых ход BC3 мы обязаны бить шашку G7 к сожалению большому и белые бьют назад и выигрыша в этой позиции нет как ни странно то есть теншпиль с двумя лишними шашками самый красивый вариант друзья здесь еще после хода HG1 тоже можете видео на паузу поставить очень красивая ничья неожиданная я впервые такой момент вижу то есть отдаем шашку и тихо заходим в любки и как ни странно выигрыша нет да такая парадоксальная ничья B4 C5 C7 очень плохих таких выигрыша нету напали отошли закрылись ну и все и ничья ничья да друзья спасибо за внимание сегодня еще один вариант осталось показали а еще один вариант еще один вариант что я думал издалека вот самый красивый этот момент так чисто ради зрителей а тоже ради красоты да вот почему я переверни за черных пожалуйста вот да почему я играл в этой позиции Bc7 то есть я не видел этой ничьи я специально давал белым возможность пойти Bc3 и после этого есть красивый выигрыш то есть ну уже не будем вдаваться в подробности просто покажу главную линию cd6 ну после hg3 там примерно те же варианты белый играет уже f2 допустим тогда d5 и вот hg3 f3 быстро проигрывает осталась какая-то зацепочка ход это fg3 тогда нападаем gh4 надо меняться другого нету отдаем как обычно шашку hg5 идем в дамки ну белые вроде тоже отдают ab4 и куда-нибудь там авось прорвемся но здесь никуда не прорываются белые играем gf2 не ab2 наверное ну и на так поставили дамку можно и отдали да можно и так просто у меня там примерно то же самое получалось то есть и две шашки и дамка остаются в заперти тоже gf2 dc5 fe1 cd6 и тоже отдаем шашку играем дамкой на g5 то же самое то есть друзья еще раз хочу отметить все-таки в этой позиции играем не bc7 вот отмечу красным это плохой ход ведет все-таки к ничьей красивые варианты но ничья у белых есть именно играем а b4 и спасения у белых нет друзья еще раз напоминаю иван смурков тренирует шашистов если есть желание и возможность потренироваться то можете написать ивану вконтакте его страничку выложу в описании этого ролика закреплю в комментариях и разборы партии то есть различные позиционные приемы все это много знают вариантов так что рекомендую всем спасибо за внимание до свидания и давайте воевать только на шахматной до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...